Привет, я Антон Бельков. Я хочу рассказать вам свою историю, чтобы вы познакомились со мной поближе. Мне 23 года, я живу в городе Тула, я инвалид второй группы. Ровно 3 года назад в моей жизни произошло событие, которое коренным образом изменило мою судьбу. В 20 лет мне поставили тяжелый, неизлечимый диагноз – рассеянный склероз. Это диагноз, который быстро приводит, порой, порой очень часто, приводит человека, обычного здорового человека в состоянии, когда он попадает в инвалидную коляску. Я множество за последние 3 года насмотрелся историй, пока лежал в больнице. Очень часто лежал в больнице, вот эти 3 года последних, и видел, во что превращается человек. Особенно это было мне тяжело узнать, когда я узнал о диагнозе, и о тех перспективах жизненных. Когда ты, особенно это тяжело, когда ты имеешь большие перспективы на жизнь, большие амбиции и цели, и хочешь в ней чего-то добиться. Я очень обожаю спорт, обожаю настольный теннис, футбол, играл в группе на бас-гитаре, люблю музыку. Даже мне бывшая девушка нарисовала автопортрет. Вот, все видно, ну хоть чуть-чуть, может видно. Ну я понимал, да, что мне придется подстраиваться под новые жизненные обстоятельства. Я живу вместе с своей мамой, мамой-пенсионером. Вот так мы вместе и живем, на пенсию по инвалидности и просто обычную пенсию, минимальную. То есть, и получилась жизнь, получается, без перспектив, в нищете, в серости. И в некой депрессии. Но в определенный момент я сказал, нет, я не хочу такое будущее. Я хочу, чтобы меня считали полноценным и является полноценным человеком. И что-то сделать, что-то сделать хорошее. И для себя, и для мамы, и что-то для общества. Поэтому я начал искать. Я начал искать, как можно в этой ситуации самореализоваться. И открыть этот мир, как себе, так маме. Так, я тоже люблю путешествовать, очень хорошо люблю. Я начал искать возможность, как можно зарабатывать в интернете, сидя дома. Потому что идти куда-то на работу я не мог, я могу ходить, но держась за маму, сами понимаете, кто меня возьмет, кому я нужен. Я посмотрел в интернете множество различных предложений, постоянно это приходит на почту. Но по большому счету, в большинстве это сводилось к обычной финансовой пирамиде. Или к пирамиде, или к тому, что различные сетевые и не сетевые компании продают воздух. Продают воздух и его реализуют. Мне это, как говорится, я в это не очень верю. Поэтому это меня не заинтересовало. И я как-то эту тему отбросил. И продолжал жить так, как есть. Но ровно два с половиной месяца назад мне мой друг Андрей, мой друг Андрей, он инвалид, который прикован к кровати, у него травма позвоночника. Уже более 20 лет. Рассказал про топливную тему с реальным физическим существующим продуктом и с настоящими реальными результатами, которые получили его люди, знакомые, знакомые друзья. И дал мне информацию. Я посмотрел, что это за информация в ник. Посмотрел в интернете, разобрался. И я сердцем, я сердцем почувствовал, да, Антон, это то, это то, чем, чем можно и нужно заниматься. заниматься. Больше еще меня поразило то, что это результаты различных людей. Причем, вне зависимости от социального статуса, от карьерной лестницы. и пенсионер, и девушки, парни, и уже взрослые мужчины, чуть ли не, можно сказать, и бабушки, ну, там, это уже в возрасте женщины, и имеют реальные результаты, как от использования самого продукта, и реальные результаты по зарабатыванию, то есть, по заработку. Честно сказать, меня это поразило. Я понял, что та система, которая используется, ей может воспользоваться в этой компании, в клубе, ей может воспользоваться абсолютно каждый человек, кто имеет сильное желание, кто имеет сильное желание, потому что все для этого есть. Ну, если это удалось многим, множеству людям в самой различной социальной направленности, почему это не могу я? Эти люди также делают это дома, через интернет. Большинство. Я подумал, да, 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 это, это то, что мне нужно. Прошло ровно два с половиной месяца, как я работаю в этой компании. я заработал за этот срок ровно 1900 долларов, 1900 долларов. И это только начало, потому что мой бизнес растет, то есть, и чак растет. ребят, это классная тема. Если сконцентрироваться и посвятить ей ближайшие два-три года жизни, можно стать страшно богатым человеком, страшно богатым. главное верить в себя и в свои возможности. Но если я инвалид, инвалид второй группы, смог зарабатывать и помогать людям, почему это не можете вы? Верьте в себя. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова